И к нам присоединяется экономист Олег Пензин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый. Ну вот, давайте начнем с того, что как раз-таки президенты США и Франции, Байден и Макрон, достигли договоренности по поводу использования прибыли от замороженных Росактивов для помощи Украине. Об этом Ройтерс написал. И до этого госсекретарь США Антони Блинкин говорил о том, что Конгресс выдал полномочия на изъятие российских активов. О каких суммах идет речь и как Украина сможет получить эти деньги? А главное, когда? Ну, в действительности ситуация достаточно сложная. Объясню почему. Изначально идея европейцев, нужно понимать, что основной объем российских активов заморожен именно в Европе. Самый крупный блок замороженных российских активов – это Королевство Бельгии, это Евроклир, это 190 миллиардов евро. Это средства, вложенные еще в свое время Российской Федерацией в евробанды европейских стран. Собственно, почему мы говорим с вами о доходах на замороженные российские активы. Вот эти замороженные российские активы в свое время были вложены в облигации, по которым идут выплаты купонов. Где-то приблизительно 3-3,5 миллиарда евро в год. С этих 3,5 миллиарда евро средств, которые были поступать от замороженных российских активов, так называемых непредвиденных доходов, планировалось направлять в Европейский фонд «Миллиард». 90% с которого должны были финансировать военно-промышленный комплекс европейских стран, который бы производил военную продукцию в интересах для Украины. И 10% предполагалось отдать на будущее восстановление Украины. Эти средства должны были быть в качестве неких сумм, находиться на определенных счетах для использования в тот момент, когда станет вопрос о восстановлении. Но проблема заключалась в том, что решение по данному вопросу требовало консенсусного подхода, то есть требовало полного согласности с европейских стран. Мы, как всегда, помним о том, что Бенгрия в этой ситуации тоже высказала свою негативную позицию для рассмотрения. Несмотря на то, что позиция Еврокомиссии была достаточно четкой, была рекомендация в адрес представителей европейских стран. Для дальнейшего продвижения по логике формирования решения. Поэтому сейчас это застарилось и то, что теоретически всегда было планом Б, вышло на первый план. А речь идет о Украине. 50 миллиардов долларов в качестве кредита, гарантом под которые будут вот эти вот 3 миллиарда в год. Так называемые вот незапланированные российские доходы. Вот эти вот средства должны выступить, еще раз повторяю, гарантом, вложерата вот этих 500 миллиардов долларов, которые, собственно, планируется выделить Украине. Полномочия на принятие подобного решения в действительности, вы абсолютно правы, президент Европейский Украины получил от Конгресса. Активно обсуждалось этот вопрос, обсуждалось механизм материализации. Просто нужно уже помнить, что в Соединенных Штатах Америки российских активов заморожено крайне мало. Там общая сумма замороженных активов составляет где-то порядка 5,5 миллиардов долларов всего лишь. Поэтому, естественно, очень многое зависит, и значит, какова будет позиция европейских стран. Так вот, встреча между господином Байденом и господином Макконом достигнута принципиальная договоренность о том, что Франция будет поддерживать эту идею. И все это, естественно, будет вынесено навстречу Джейсену, где должно быть принято окончательное решение по поводу того, в каком направлении будут использоваться эти замороженные доходы от замороженных российских. Вот конфигурация вот в данный момент именно такая. Ну, а как вы думаете, поддержат страны, члены Большой Семерки этот фонд? Удастся ли Макрону и Байдену как-то их убедить? Ну, смотрите, я думаю, что да, потому что, во-первых, навстречу Джейсену не будет в Юнгрии. Это раз. Во-вторых, нужно же понимать и следующее. Американцы почему проводят идею 50 миллиардов? Потому что, и это озвучиваю, собственно, и советниками президента Соединенных Штатов Америки, что они таким образом хотят уйти от политических рисков, связанных с предстоящими Соединенных Штатов Америки в ноябре месяцами выборами, и заблаговременно обеспечить Украине необходимые средства для решения тех вопросов, которые касаются непосредственно безопасности и обороны. То есть вот этот момент, он тоже является достаточно серьезным аргументом в, ну, скажем так, в обсуждении будущего замороженных российских активов, в частности, вот доходов от замороженных российских активов. Хотя, еще раз говорю, абсолютно мы с правой ожидать, что Российская Федерация, естественно, будет подавать европейские суды, будет активно, ну, используя, опять же, европейскую демократию, европейскую систему судоустройства, вставлять палки в колесах. Хотя, еще раз повторяю, что в данной ситуации, скорее всего, решение будет принято именно в этой конфигурации. Ну, Россия уже выступает против, естественно, вот в Кремле говорят, что это нарушение международного права, конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Это цитата вот такая. А как по факту, кроме того, что они будут подавать европейские суды, как Россия на западную экономику может повлиять? Санкции введет? Ой, Россия может сделать другое. Она, ну, мы же понимаем, да, что сейчас речь идет о замороженных активах суверена страны Российской Федерации. Но в силу того, что в Российской Федерации достаточно много активов европейских компаний, то Российская Федерация на сегодняшний момент активно угрожает тем, что она будет параллельно конфисковать имущество европейских компаний, которые ушли из российского рынка, но на котором остались недвижимость, на котором остались активы, принадлежащие европейским компаниям. Так что вот такой вот демарш они тоже готовы сделать. Хотя, еще раз повторяю, если это произойдет, можно будет поставить огромный жирный крест на будущие инвестиционные привлекательности Российской Федерации. Нужно же понимать, что, ну, в любом случае Российская Федерация это крупный рынок, и всегда она была достаточно привлекательна для европейских компаний. Если будет вот подобный демарш с активами, то я думаю, что вряд ли кто-либо когда-нибудь рискнет еще раз инвестировать в российскую экономику. Конец цитаты. Это слова сенатора. А насколько это близко к реальности, и о каких именно полезных ископаемых может идти речь? Ну, смотрите, во-первых, я очень сильно сомневаюсь, что Украина окажется под властью Российской Федерации. Но, тем не менее, мы с вами имеем достаточно яркие прецеденты, когда огромное количество зерна было украдено российскими компаниями у украинских производителей на временно оккупированных территориях. И активно возились хирсовщины, запорожщины, активно возилось зерно в интересах российских компаний, которые это зерно продавали на международные рынки, в том числе и Китай. То есть вот таким образом, причем продавали это по демпинговым ценам. Вот таким образом можно действительно ожидать поступления каких-то товарных позиций с Украины, в том числе и на китайский рынок. Хотя нужно абсолютно четко понимать и другое, что Китай и так на сегодняшний момент держит Российскую Федерацию достаточно жестко. И требование Китая продавать российский газ им по внутренним российским ценам – очень показательная вещь в действительности. Она говорит о том, какой на сегодняшний момент формировался уровень отношений между Россией и Китаем. Это скорее уровень отношений с Южерем и, извините, с Луги. Потому что вот та система взаимоотношений, та система ценообразования на сырьевые ресурсы, то, как Китай на сегодняшний момент активно завоевывает, по сути дела, безальтернативно, монопольно, российский рынок высотехнологической продукции делает Российскую Федерацию крайне зависимой от позиции Китая по очень многим вопросам. И если мы внимательно посмотрим, то вот эта тенденция, она будет только углубляться. Так что в какой-то степени сенатор прав. Ну, давайте продолжим тему Китая. Financial Times пишет, что в Европе обеспокоены, все больше обеспокоены зависимостью от этой страны. Особенно в сфере розничной торговли. Вот непродовольственными товарами – это и одежда, бытехника, электроника, игрушки. И вот компании ЕС стремятся уменьшить эту зависимость. И Брюссель может ввести дополнительные пошлины на товары из КНР. Насколько такой сценарий реален? Может ли Европа? Готова ли заменить товары из Китая? Ну, давайте сначала пошлим. Потому что первым этапом, естественно, идет антидемпинг, первым этапом идет ограничение доступа на европейский рынок, китайских товаров. Ну, а как вы думаете, почему Си Цзиньпин приехал в Париж? Почему он сделал такой вояж по европейским странам, при этом активно обсуждая перспективы продажи на европейском рынке китайской технологической продукции, в первую очередь, интермобилей? Дело в том, что все высокие технологии в Китае активно с китайским правительством. Создаются максимально льготные условия, даются субсидии для производителей, что, естественно, по европейским законам здорово нарушает правила и принципы свободной конкуренции. И свои производители, которые, естественно, в этой ситуации активно выступают против допуска китайских, в частности, электромобилей на европейский рынок. Собственно, почему Си Цзиньпин приехал в Европу? Для того, чтобы находить общий язык. Кстати, американцы намного более жестче китайским товарам. Что делают, собственно, европейские фирмы, американские, они активно на сегодняшний момент ищут альтернативу Китаю, как мировой фабрике. В частности, все больше и больше внимания сегодня уделяется Индии, как альтернативе Китаю, потому что по количеству населения, по возможностям привлечения и, собственно, оплаты дешевого рабочего труда, Индия в какой-то степени даже более привлекательна, чем Китай. По количеству населения она уже определила Китай. Так что в этой ситуации, я думаю, что Китай очень жестко чувствует все вот эти вот сложности, потому что, да, он мировая фабрика, это правда, но мировой научно-исследовательский институт и мировая инвестиционная компания – это Европа и США. И где будет в дальнейшем развиваться производство, будут решать именно эти компании. Извините, они, скажем, китайские. Поэтому в данной ситуации, мы уже, кстати, с вами увидели жесткую позицию американцев, которые очень сильно ограничили инвестирование американских венчурных фондов, американских инвестиционных компаний в высочистительные отрасли Китайской Народной Республики. Следующий момент, который очень показателен, в Соединенных Штатах Америки Европа достаточно жестко контролируют финансовые расчеты Китайской Народной Республики, которые проходят по курсчетам европейских и американских банков. У нас же все-таки на сегодняшний момент в мире всего лишь две резервных валюты – это доллар и евро. Юань точно не является резервной валютой, как и рупия. Поэтому в данной ситуации контроль за движениями средств – это еще один достаточно жесткий механизм влияния на принятие экономических решений, в частности, в Китае. Так что у Европы и у Соединенных Штатов Америки есть механизмы, каким образом очень здорово повлиять на экономическую политику Китайской Народной Республики. А еще одним механизм я хочу спросить. Ройтерс пишет, что страны Большой Семерки планируют направить китайским банкам жесткое предупреждение о последствиях помощи России в обходе санкций. Но журналисты, ссылаясь на свои источники, заявляют, что предупреждения эти коснутся, скорее всего, небольших китайских банков. А почему крупные не хотят предупредить? Или, может, пока нет ресурса, скажем так, жестко забанить китайские банки за торговлю со страной-агрессором? Нет, ну, смотрите. Товарооборот Китая с Европой и с Америкой совокупно – это более чем полтора триллиона долларов в год. Естественно, в этом товарообороте заинтересованы европейские и американские компании. Но я бы не был столь пессимистичен, считая, что вот эти угрозы, в первую очередь предупреждения, касаются мелких банков. Эта информация донесена до всей финансовой системы Китая. Кстати, не только Китая, и Арабских Эмиратов, и Турции. И реакция есть достаточно четкая. То есть даже по информации российских пабликов, система расчета за поставленную продукцию между Китаем и Российской Федерацией резко удлинилась, ухудшилась. Китайские банки берут очень серьезный тайм-аут, стараются скрывать эти операции. Естественно, это очень здорово затягивает процесс расчета и усложняет ведение бизнес-деятельности. Поэтому я думаю, что в данной ситуации это предупреждение всей финансовой системы Китая. Давайте к новостям страны-агрессора перейдем. Вот там один из самых популярных среди российских граждан банк в Кыргызстане приостановил переводы через систему СБОЛ в Сбербанк. Объяснение простое. Прекратили в связи с изменениями в системе международных денежных переводов и новыми требованиями регулирующих органов. И вот кроме этого, на днях заместитель главы Кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов, он сказал, что республика не заинтересована в помощи России в обходе западных санкций. Получается, уже от Российской Федерации отворачиваются даже вчерашние близкие друзья. И насколько эта потеря Кыргызстана отразится на состоянии экономики России? Ну, чуть раньше это сделал Казахстан. Причем очень жестко. Смотрите, опасность упасть по вторичной санкции крайне велика. И если с Китаем еще кто-то будет там аккуратно подходить к вопросу, там реверансами сопровождающийся этот процесс, то с ближним российским зарубежием никто особенно к церемонии не будет. А есть национальные интересы и Кыргызстана, и Казахстана. Национальные интересы, есть интересы компаний, которые там работают. Есть интересы международного бизнеса, который работает в этой стране, и который платит большие налоги, которые дает рабочие места для граждан этих стран. Поэтому в данной ситуации, естественно, любовь-любовь, но отношениями, но свои интересы, они не превыше всего. Так что совершенно невидимая позиция. Я думаю, что доля Белоруссии является хорошим, так сказать, холодным душем для любого из стран, которые идти в объятия Российской Федерации более тесные, чем чисто экономические отношения. Так что в данной ситуации, я думаю, и кыргызы, и казахи, они будут и дальше идти по пути. И ограничение внешнеэкономических отношений с Российской Федерацией для того, чтобы не попасть в соответствующие санкции. Еще одна новость из России. Там примут закон, который предоставляет некоторым бизнесменам иммунитет от изъятия госактивов, полученный в ходе приватизации в 90-е годы. Об этом заявил диктатор Путин и отметил, что сейчас Генпрокуратура требует передать государству только те предприятия, которые оказались в частной собственности незаконно в результате жульнических схем. Но при этом он не привел никаких конкретных примеров относительно критериев, которые позволяют собственникам защитить свое имущество от изъятия. Что это за программа такая? Как думаете, что будут отбирать и к чему может привести подобная национализация частных активов? Врагам закон, друзьям все. Помните, да? В данной ситуации мы имеем приблизительно то же самое. То есть отработал механизм каким образом опальному олигарху или бизнесмену, который не проявляет должного рвения и не демонстрирует большой любви к российскому президенту, могут очень быстро забрать бизнес. Так что это еще один очень хороший аргумент по поводу того, что в далеко не демократической стране право защиты частной собственности имеют только те, кто очень сильно сросся с действующей властью и активно помогают ей решать ее политические задачи. Все остальные относятся к разраду врагов. И они будут очень жестко наказываться путем отбора имущества. И совершенно не имеет абсолютно никакого значения, насколько законно это все было сделано. Данный механизм дает возможность четко разделить тех, кто свои, и тех, кто не свои. А не свои, они не имеют права иметь ни имущества, ничего. Они останутся с пустыми карманами и в одной одежке. И все. Поэтому в этой ситуации нет ничего удивительного. Мы просто видим еще больше усиления контроля государства за бизнес-процессами в Российской Федерации. И немного о жизни россиян еще хочу спросить. В России продолжают дорожать продукты. Картофель, например, он подскочил в цене в полтора раза за месяц. Лук, морковь чуть меньше, но тоже поднялись цены. Некоторые виды мяса за год подорожали почти на 40%. Ну, об этом пишут российские телеграм-каналы. А с чем это связано, подорожание? Это инфляция или какой-то дефицит у них? Ну, кто производит сельхозпродукцию? Сельхозпродукцию производят рабочую руку. Если путем финансового пылесоса все свободные рабочие руки вытаскиваются на предприятия военно-промышленного комплекса, то в сельском хозяйстве, в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве ображаются огромные места отсутствия людей вообще. То есть ображается ситуация, при которой неким и нечем вакантные места, которые, собственно, будут производить тоже картошку, тоже мясо, тоже морковь, тоже молоко. Так что в данной ситуации то, что мы сейчас с вами обсуждали, это является средствием вот той финансовой политики, вот той политики финансирования военно-промышленного комплекса, той гонки вооружений, которая сейчас происходит в Российской Федерации. При этом нужно четко понимать, что это же как бы... Все это уже россияне проходили. Надо просто вспомнить последние десятилетия существования Советского Союза, какая ситуация была на полках магазинов продуктовых, какая ситуация была с обеспечением населения, насколько отличались обеспечения населения субъектов Федерации в центре, в столичных городах. Россияне идут к этому, потому что тогда тоже огромное количество людей работало на военно-промышленный комплекс, огромное количество людей работало на гонку вооружений, в то же время сельское хозяйство было в жесточайшем загоне. Я думаю, что те россияне, которые жили тогда, помнят, что такое студенческая картошка. Почему вывозили студентов? Потому что рук не хватало для того, чтобы собрать урожай. Качество сборки урожая, естественно, давайте вспомним, какое было. Вот и последствия уже, которые начинают проявляться в Российской Федерации. Так что я думаю, что в ближайшее время мы, наверное, будем иметь возможность услышать в российских пабликах, как студентов 2-3 курса, отправлять опять в сентябре месяце на картошку, как это было во времена и последних десятилетий Советского Союза. Ну да, будем ждать вот это возвращение в Советский Союз в Россию и к чему это приведет, как было и в Советском Союзе. Будем ждать этого тоже. Олег, спасибо вам большое за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Олег Пензин, экономист, был с нами на связи. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.